Добрый день! Время новостей на 12-м канале. В студии Денис Жарков. Главное к этому часу. В центре внимания проблемы воспитания и строительства школ. Какие вопросы обсуждается руководством области и работниками образования глава Миноборнауки России. Уникальная система космической навигации будет доступна и в Омске. На международном авиасалоне в Жуковском ожидается подписание важнейшего документа. Всегда на высоте. На соревнованиях в Казани. Лучшим крановщиком страны признана мич Алексей Мамонтов. Безалкогольная вечеринка в поддержку авангарда. За разгромом Салавата Юлаева активисты ЛДПР наблюдали, попивая соки и мечтая о квасе. Через несколько минут в Омске откроется новая школа. Причем красную ленточку перережет сам министр образования и науки России Дмитрий Ливанов. Образовательное учреждение на бульваре архитекторов. Комплексная школа на 550 мест и детский сад на 80. На территории расположены три спортзала для занятия физкультурой и хореографией. Есть и большой актовый зал с двумя гримерными. На месте работает наш корреспондент Мария Седнева. Маша, здравствуй. Все ли готово к торжественному событию? Здравствуй, Денис. Да, действительно, к торжественному событию уже все готово. Красную ленточку перережут менее чем через полчаса. А уже через несколько дней, 1 сентября, ребята пойдут в местную новую школу. Я должна отметить, что новое образовательное учреждение, это школа номер 7, это не просто здание, это комплекс здания, если говорить точнее, целых три. И они соединены между собой теплыми переходами. Но, впрочем, я не скажу, что это строение чем-то уникальное для Омска, поскольку строительство образовательных учреждений по принципу школа плюс детский сад, то есть когда два образовательных учреждения совмещены, это приоритетное направление в региональной политике. То есть именно такие школы плюс детский сад стараются строить в городе Омске и Омской области. И, конечно, это позволяет решать сразу две образовательные проблемы, то есть закрывать нехватку места в детских садах и школах. А то, что эти проблемы надо решать, и решать уже давно, понимают и на уровне правительства Российской Федерации, поскольку в большинстве регионов школы строились в 60-х, 70-х годах, конечно, они пришли уже в упадок. Некоторые признаны аварийными, в них просто невозможно заниматься. А учитывая, что рождаемость в стране растет, детей становится все больше, многим приходится учиться просто во вторую смену. И Омской области в этом плане не стало исключением. У нас примерно 17% учеников занимаются во вторую смену, то есть уроки начинаются у них во второй половине дня. И, конечно, по сегодняшним нормам это уже недопустимо, и поэтому эту проблему надо решать. Поэтому со следующего года запускается госпрограмма строительства школ, в рамках которой регионы будут получать субсидии на возведение учебных учреждений, образовательных учреждений вот такого типа. И об этом сегодня на встрече Дмитрий Ливанов рассказал исполняющему обязанности губернатора Виктору Назарову. Давайте мы послушаем этот фрагмент беседы. В ходе бюджетного процесса мы окончательно определим параметры финансирования, но нет никаких у меня, у моих коллег, сомнений, что уже начиная со следующего года, она будет, конечно, первый год, как всегда, будет таким непростым. Нам нужно действительно по каждому муниципалитету фактически, по каждому населённому пункту провести очень тщательный анализ потребности в дополнительных местах с учётом демографии, с учётом каких-то миграционных процессов и сделать такой реалистичный план поэтапного решения. Это очень серьёзная проблема. Поэтому я думаю, что уже начиная со следующего года, Омск и область в числе других регионов получат действительно дополнительную поддержку из федерального центра в решении этой важнейшей задачи. Мы должны чётко выверить демографию, чёткое понимание, где необходимо эти школы действительно не просто все собрать, а действительно там где-то необходимо с учётом развития региона, с развития районных и районных центров. Поэтому, конечно, здесь и с нашей стороны нужно особое внимание и проработать все необходимые документы, чтобы войти в эту программу. Мы это тоже сегодня понимаем, и мы сегодня работаем над этим и готовы участвовать для того, чтобы получить дополнительное финансирование. Маша, а какие планы у министра образования после открытия школы? Ведь это не единственный объект в рабочей поездке. Да, действительно, Денис сейчас, Дмитрий Ливанов осмотрит школу, как только торжественно перережет ленточку, он осмотрит школу, после чего пообщается с прессой, видимо, даст свою оценку новому образовательному учреждению. И действительно, дальше у него будет ещё один объект. Это частный детский сад с развивающими методиками. И я думаю, что там уже министру образования и науки расскажут о том, как решается проблема дошкольного образования путём создания подобных частных детских садов. Мы все знаем, что они открываются при очень активной поддержке региональных властей, как организационной, так и финансовой. Я думаю, что именно об этом пойдёт речь уже на следующем объекте. Денис? Спасибо, Мария. А я добавлю, что этим утром Дмитрий Ливанов открыл ежегодное августовское совещание работников системы образования. Министр выступил с получасовым докладом, в котором не только обратил внимание собравшихся на приоритетные направления работы, но и оценил успехи нашего региона. Обговорили и цели. Качество образования неизменно должно повышаться. Обеспечивать это будут в том числе и новые государственные стандарты, которые с 1 сентября вводятся для учеников 5-9 классов. Ребята уже со среднего звена начнут готовить к трудоустройству. В программу ведут профориентационный предмет и также добавится второй иностранный язык. И ещё. С нового учебного года все школьники страны будут заниматься по единым учебникам истории. В то время, когда в мире пытаются переписать основные исторические вехи, это поможет ребятам не потеряться в многообразии порой неправдоподобных версий и подложных фактов. Этот переход на новые принципы изучения отечественной истории показывает, как можно разумно найти баланс между необходимостью, с одной стороны, освоения общего базового содержания образования, с другой стороны, вариативностью работы учителей, свободой их творчества, свободой выбора учебных материалов. Мы избежали унификации. Ученики страны, школьники не будут изучать историю по одним и тем же лекалам, но, что самое важное, учителя и ученики получат поддержку в трактовке сложных исторических событий. И мы будем уверены, что наши школьники осваивают общее, единое ядро исторических знаний. Именно этот подход мы и будем использовать для других школьных дисциплин. Также министр образования и науки сообщил, что образовательную систему региона в следующем году ждет масштабный проект. Всех школьников страны хотят перевести на обучение в одну смену. В Омской области после обеда сейчас учатся 17% школьников. Новые подробности визита Ливанова в Омск уже в следующем выпуске новостей, а сейчас к другим темам. Сегодня на авиакосмическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском должен быть подписан важный документ между правительством Омской области и российскими космическими системами. Соглашение касается создания и развития в регионе национальной сети высокоточного позиционирования. Этот проект обеспечит сантиметровую точность определения координат объекта в режиме реального времени. Уникальные возможности могут применяться для решения сложных технологических задач в строительстве и управлении всеми видами транспорта. Отмечу, что Омская область первый регион, который заключит соглашение с российскими космическими системами. Кроме того, на МАКСе будут представлены 7 омских предприятий. Всего же в крупнейшем международном авиасалоне участие принимают представители почти из всех регионов России, а также 150 зарубежных компаний из 23 стран мира. Омские заводы продемонстрируют узлы и агрегаты для самолетов, спутников, ракет и комплексов ПВО. В планах также встреча министра промышленности Омской области Виктора Белова со знаменитым полярником Артуром Челенгаровым, чтобы пригласить его в Омск на международную выставку высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Напомню, ВТТА пройдет в Омске 7-8 октября. Учителя научатся тушить пожары. Сегодня на брифинге журналистам рассказали о том, как в школах обеспечивается безопасность детей. Система оповещения, пожарные датчики во всех учебных учреждениях проверены, нареканий нет. Однако некоторые моменты, говорят специалисты, требуют доработки. В частности, сигнал о возгорании теперь напрямую будет поступать пожарным. Прежде первым это узнавал школьный диспетчер. Кроме того, все педагоги пройдут спецподготовку о том, как действовать в случае ЧП. Педагогов станут учить на полигоне, где занимаются сами пожарные. За последние 5 лет у нас произошло 7 пожаров в образовательных учреждениях. При этом ни гибели, ни травм никто не получил. То есть это незначительное задымление. Сигнализация во всех образовательных учреждениях исправна. Все образовательные учреждения, которые проходили проверку в противопожарном отношении для нового учебного года, они 100% были признаны готовыми к образовательному процессу. Говорили и о безопасности школьников по пути в школу. По указу президента, зебры рядом с учебными зданиями должны быть нарисованы яркими желто-белыми полосками. Пока в городе такие переходы есть только у четырех учебных заведений. Кроме того, из бюджета области в этом году выделено 130 миллионов рублей на установку домофонов и турникетов. На данный момент только несколько школ в регионе имеют такие системы. В Омске трудится лучший крановщик в стране. 29-летний Алексей Мамонтов вернулся из Казани с победой на всероссийских состязаниях. Какие испытания пришлось выполнять на крайней высотой с 21-этажный дом? Что никогда не позволит освоить эту строительную специальность? И в чем романтика профессии крановщика? Слово Юлии Ковыршиной. На работу он не ходит, а поднимается. Каждый день сотни ступеней вверх на высоту птичьего полета. А точнее, 48 метров или 16-этажного дома. А так-то не страшно? И не было никогда. Боязнь высоты была? Вот этого не было. Не страдал болезнью высоты, но и в крановщики не стремился. Алексей пришел в профессию случайно. Друг позвал вместе учиться за компанию. Пошел вместе с ним, выучился, постаржировался немного, понравилось. Так и остался здесь. Сидишь на высоте, как-то всю красоту города видишь. Весь город, как на ладони, вот уже 8 лет. Именно столько Алексей трудится машинистом крана. Его вряд ли можно назвать самым опытным на стройке, а вот лучшим точно. И он это доказал. На конкурсе в Казани соревновались 16 крановщиков со всей страны. Победители региональных этапов. Они цепляли и ставили точно в цель ведра, лопали прикрепленные к стреле крана иглой воздушные шары и даже зажигали фейерверки. Однако неожиданностью для участника из Омска были не задания, а высота крана, на котором их пришлось выполнять. 63 метра. Сразу на 5 этажей выше привычной. Впрочем, коллеги говорят, Алексей парень скромный, а еще очень уравновешенный и спокойный. А в работе крановщика главное крепкая рука, зоркий глаз и выдержка. И все же победа в Казани далась непросто. Да, это неожиданно. Потому что в Омске это одно, что побеждаешь. Здесь все машинисты, ты уже всех знаешь, кто на что способен. А там совсем другой кран, в другой регион поехали. Машинисты со всей России. И не знаешь, кто как работает, кто на что способен. По всему миру соревнования машинистов-крановщиков одни из самых зрелищных. Они перемещают груз змейкой на скорость или даже играют в боулинг на кранах. Но главное, возводят невероятные сооружения. Алексея всего 29. А после победы в Казани у него теперь самый высокий строительный разряд среди коллег в Омске. И машинист стремится к новым высотам. Работает на 180-метровых машинах-монстрах и строит небоскребы. Юлия Кавыршина, Александр Саражин, 12 канал. Омский «Авангард» взял уверенный старт в новом сезоне. Накануне «Ястребы» победили команду «Салават Юлаев» со счетом 4-2. Игра получилась эмоциональной и зрелищной. В первом периоде было много удалений. Однако ни одна из команд этим не воспользовалась. «Ястребы» не раз создавали опасные моменты, но первыми шайбу ворота забили все же гости. Отыгрались красно-бело-черные уже во второй 20-минутке. Гол в ворота соперника отправил Сергей Широков. И уже через 50 секунд защитник «Авангарда» Юна Санилев забил вторую шайбу. Третья на счету Александра Пережогина. Дальше еще раз отличились уфимцы, но вскоре четвертый гол оформил омский хоккеист Александр Попов. Добавлю, что «Авангард» выиграл первый матч в сезоне впервые за пять лет. Болельщики усмотрели в этом хороший знак. Фанаты уверены, что кубок Гагарина в этом году останется в Омске. Если это произойдет, омские либерал-демократы непременно поднимут за любимую команду бокалы с квасом, соком или иван-чаем. Накануне кандидат в губернатор Омской области Ян Зелинский устроил спортивную вечеринку для активной молодежи из ЛДПР. Компания собралась в одном из омских баров, чтобы поболеть за «Авангард». Но при этом активисты решили доказать, поддерживать любимую команду можно и без алкоголя. Поэтому политик и молодежь запивали чесночные гринки соком. Пришлось ли по вкусу Яну Зелинскому такое сочетание и как прошла безалкогольная вечеринка молодых либерал-демократов, расскажет Екатерина Шепилова. Активисты молодежной организации ЛДПР в баре собрались, чтобы сломать стереотипы. Болеть за любимый «Авангард» они будут без капли спиртного. Хедлайнер безалкогольной вечеринки, депутат Госдумы и кандидат на должность губернатора Ян Зелинский. Строго соблюдает дресс-код. Вместо строгого костюма шарфик любимой команды. Сам признает, неярый фанат, но за счетом игр следит и хоккеистов поддерживает морально. И обещает в случае победы на выборах поклонниками «Авангарда» сделает весь кабинет министров. На каждый матч буду приходить, если будет позволять время, что я сказал, что вся моя команда, правительство будет работать 25 часов в сутки. Один час мы будем уделять нашей хоккейной сборной, чтобы хоккеисты радовались, что приходят не только болельщики, но и губернатор, то бишь я, моя команда, министр и так далее. Компанию кандидату составили активисты из омской молодежной организации ЛГПР. Болеют за «Авангард» со стаканом сока. Не потому, что стесняются своего партийного лидера, а потому, что у них принят локальный сухой закон. Иначе исключение из молодежной организации. Под вишневый и апельсиновый нектар отлично идет такая закуска, как фисташки и чесночные гренки. Прежде всего это хлеб, обыкновенно жареный хлеб, опять же, исконно русское блюдо, гренки. Чесночок, черный хлеб, не вижу в этом ничего такого. Сочетание с соком вполне. Если бы здесь, конечно, продавался, к примеру, квас или иван-чай, я думаю, что его мы поставили бы на стол, и это было бы лучше. А еще активисты вместе с Яном Зелинским уверены, кубок Гагарина наш. У «Авангарда» в этом сезоне все шансы стать чемпионом. Но при этом добавляют, даже в случае безоговорочной победы, омской команды не променяют квас и чай на шампанское и пиво. Екатерина Шипилова, Мария Седнева, Вячеслав Лусенко, 12 канал. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте в интернете 12 канал.ру. Впереди прогноз погоды. Реклама будет короткой, не переключайтесь. Продолжение следует... Акции в низкоцене. Это наша ценность номер один. А вам точно туда? Точно! Два ГИС. Заборы, входы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Работает офлайн. Два ГИС, если быть точным. Евроокно стандарт. Окно за 4449 рублей. 700 007. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза многопрофильный центр современной медицины Евромед. Завтра в регионе пасмурно. Дождь. Температура ночью 6-7. Днем 8-12 градусов. В Омске ночью 6-8. Днем 13-15 тепла. Ветер западный. 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В Евромеде акция. Шоферская и оружейная комиссии. С большими скидками. Удобный график работы. Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье. Телефон 331400. К этому часу новостей больше нет. Развитие событий в 17 часов. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok